Всех приветствую! Рада, что вы зашли на мой канал. Меня зовут Маргарита. Сегодня мы будем сидеть в чат рулетки Nekto.me. Я сама там буду первый раз. Давайте же начнём. Мужчину и женщину нам предлагают выбрать. Давайте мужской. А, ваш пол. Мой пол женский, чтобы нам попадался мужской. Возраст. От 18 до 24. От 25 до 32. А, это мой возраст, блин. Опять туплю. Угу, вот так. Ну что, начинаем? Привет. Привет. Меня слышно? Привет. Как дела? А, ладно. Что делаешь? Что делаешь? Вот. Решила пообщаться, зайти в чат. Лежишь, сидишь. Сижу. А это важно? Ну, я везу в трусах и маечке. Ого. Первый разговор прошёл в трусах и маечке. Привет. Привет. Привет, сколько тебе лет? Мне 21, а тебе? Что-то не устроило мальчику. Привет. Привет, привет. Как дела? Я по профессии музыкант, но работаю автомехаником. Привет. Привет. Сколько лет? Как зовут? Замуж, чтобы нет. А почему бы нет? Как вы, наверное, поняли, те, кто мне более-менее нравится, я им говорю как бы правду, свой возраст, свой город. А те, которые какие-то непонятные левые мужики, ну, там выдумываем историю. Привет. А? Привет, сколько лет? 21. Блин, почему я сейчас слышу? Не знаю. Чё делаешь? Ничего, сижу, общаюсь с вами. Первый раз зашла в некто мисс, вообще посмотреть, что это такое. И чё, как тебе? Ну, 50 на 50. Ну, как и во всех чат-рулетках. Есть адекватные, есть не очень. А ты что тут сидишь? Что хочешь от этого? Развлечься, познакомиться? Да, подруга ещё. Подруг? Онлайн? Да. А ты откуда? Настолько я себя не уверен. А, я с Питера. Сегодня чё-то все с Питера? Ну, я из Новосибирска. Новосибирска. Блин, тут очень много, в Новосибирск тоже, людей. Пока никто не попался. Ну, попадутся, не переживай. Да вот, не уверен в себе парень, я зашёл в анонимный чат. Ну, ничего страшного. Чтоб научиться общаться, накормиться с девушками. Это правильно. Нужно в себе проблему искать, проблему бороть. И всё будет хорошо. Вот, да. Вот я сейчас этим занимаюсь, работаю над собой. Круто. Я тоже не общительный человек. Несколько лет назад я это поняла. И потом я начала более-менее контактировать как-то с людьми. И правда, стало легче. Ты это поняла, когда сидела дома одна? И начала уже с собой общаться? Ну, мне, в принципе, было как-то тяжело в какой-то период. И я вот это вот всё думала, осознавала и пришла к таким выводам. Но некоторым людям так комфортно жить, и это тоже нормально. А я вот боюсь одиночества, наоборот. Да, мне кажется, все боятся одиночества. Вот, с таким настроем и нужно идти. Так у меня, я по жизни с таким настроем. У меня всё нормально. Ну да, наверное. Алё. Алё, привет. Здорово. Я себя слышу. Гаддэм. А меня ты слышишь? Да. Ну, хорошо. Это уже круто. Блин, это реально классно, короче, я считаю. Да? Как же вы? Всё, как у тебя дела? У меня всё хорошо. У тебя как давно вообще не разговаривали, не виделись. У меня тоже нормально, честно говоря. Ну, ничего так и не изменилось в нашей прошлой встрече. Да, вот и то же самое, аналогично. А ты сейчас где вообще переехал? Ну, вроде да. Но уже в полпути. В полпути. Но я всё так же в Новосибирске. О, это классно. Чётко Новосибирск. Сибирь. Третий город России. Я знаю. Почему третий? Уверена? Да. Первый Москва, второй Питер. По какому? По численности? Ну, да. Сейчас. Топ городов России. Я хочу опровергнуть. Давай. Давай. Рейтинг лучших городов для проживания. Ну, это немного не то. Топ один. Уфа, Магнитогорск. Ты вообще слышал такие? Я нет. Да. Южно-Сахалинск. Кто там живёт? Просто по численности посмотри. О численности населения. Так ты в Новосибирске. Смотрим. Наиболее значительно за межпереписной период в абсолютных цифрах взросла численность населения городов. Ближе к теме. Матвад, Каппетербург, Краснодар. А Новосибирск где? А вот, а вот это, если перепись 20-го года, то Новосибирск топ-3 идёт. Вот. Об этом я и говорю. А как Краснодар сейчас в топ-3 стал? Где он? Его даже в этом списке. А вот, Краснодар, миллион двести человек. А у тебя в городе миллион шестьсот. А ты где живёшь? Я в Рязани. Рязани. Ну, он не топовый. Он в этот список даже входит. Представляешь? Ну, понимаю. Хочешь переехать? Да. В Москву? К тебе домой. Можно? Можно, я уже жду тебя. Ты же на полпути. Тогда ведь вот это классно получается. Вообще. А я думала, ты забыла, я еду уже зля. А нет? Ты на поезде или у тебя в самолёте ловят? У меня личный самолёт. Другой разговор. А как тебя зовут? Маргарита. Блин, это классное имя. А у него есть отношения? Марго. Рита. Реально Рита? Ну, Рита, но меня так никто не называет. Все либо Маргарита, либо Марго. А тебя зовут Саша, Дима, Егор, Максим. Ну, вот стой, вот я сейчас буду говорить, вот попробую угадать о голосе, так скажешь. Я это уже и делаю. Да? Блин, ты такая умная. Что, все совпали? Да, у меня есть несколько имён. Ого. Но самое популярное — Егор. Знаешь, это моё любимое имя. Правда? Да. Это приятно. Реально, любимое? Реально, любимое. Тебе сколько лет? Мне 18. А то вот всё общаемся, ни разу не знаю, не спросила. Ну, Тори, а тебе сколько? 21. Чё, реально? Реально. А так и не скажешь, выгляжешь на 15. Да и по голосу тебе не больше 12. Ну, не в плохом смысле, слушай, я имею в виду хорошую. Ну, да, но лучше бы постарше голос был. Ну, ладно, 16. Ну, ладно, спасибо, спасибо. И как ты 21 живёшь, вообще? Ну, старость уже близко. Не, ну, типа там уже кости болят, да, таблетки пить надо или нет? Знаешь, всё индивидуально, но я уже пью таблетки. Ну, я тоже разные таблетки пил. Надеюсь, всё разрешённого характера. Ну, конечно, конечно. И, ну, ты богатая? Нет. Почему? Ну, а ты богатый? Ну, смотря, зачем спрашиваешь. Ну, вот, а ты зачем спрашиваешь? Ну, если ты скажешь, что богатая... Не, я честно говорю, я не богатая. Да бля, мне грустно теперь. Ну, слушай, ну, ты мужик, ты заработай деньги. А я наоборот думал, что ты будешь заработать. Ну, слушай, так мы не сойдёмся, тогда уже не едь. Отменяй свой самолёт. Нет, я на него потратил все деньги. Так что я приеду, буду сидеть... На шее у меня? Пить какую-нибудь охоту крепкую, а ты будешь работать. На двух работах. Ого, вот это заявление. Ну, я тогда съезжаю. Куда? Ну, у меня дача есть, поеду на дачу жить. Ну, вы поехали в твоём на дачу. Ну, нет, я уже не хочу с тобой видеться. Да нет, да ладно, шашлычки. Наша дружба. Твои деньги. Наша дружба уже всё развалилась на маленькие кусочки. Какая дружба? Встречаемся. Мы встречаемся? Да, мы встречаемся. Ну, всё, значит, развод или что там у нас? Мы женаты, нет? Да какой развод? Уже? Вы что, женаты? Слушай, ну, вот этот разговор, мне кажется, поставил все точки над «и». Над «и»? Над «и». Это, типа, буква «ай», точка над ней. Ну, смотря на каких мы языках говорим, видимо, на разных, дорогой. А ты на каком? Я чётко на русском. Я из России. Чётко? Я русская. Чётко. Чётко. Чётко! Чётко! Чётко — это, знаешь, чётки? Знаю чётки. Ну, вот ты сказала это слово. Нет, я имела другое в виду. Если ты ещё не настолько преисполнился, что это ты не можешь понять, то вообще без вариантов. Так я думаю, ну, понимаешь, у меня же образование. Я же пять лет. Даже четыре. Четыре года отучилась. Где? Да, в начальной школе. А сейчас? Сейчас жду, когда приеду к тебе, чтобы сидеть в каши. Ой, очень мило с твоей стороны, в скобочках нет. Почему в скобочках? Ну, видишь, ты меня не понимаешь совершенно. Я тебя прекрасно понимаю. Ну, а зачем ты оспрашиваешься, если ты не понимаешь? Если ты понимаешь или не понимаешь, я уже сама не понимаю. Я тебя прекрасно понимаю, я всё знаю наизусть. Вот, ты и только хочешь ещё сказать, я уже знаю ответ на ответ. Ну, это, безусловно, хорошо, но этого недостаточно. А что ещё тебе может? Стабильность, уверенность в партнёре, финансовая какая-то подковырка. Ну, без последнего всё, согласен. Вот последнее давай опустим. Ты хотя бы собираешься что-то делать, чтобы не только я в нашей семье работала? Ну, я, короче, могу играть сутками в доту. Если ты будешь на этом зарабатывать, шикарно. Ты уже что-то для этого сделала. Я стану тебе спортсменом. Завтра. Завтра? Почему завтра? Ты не знаю, сегодня как-то лень. Если ты хочешь ехать ко мне, становись сегодня и уже, знаешь, скидывай мне все чеки, все пруфы. Тогда приезжай. Ага, тебе ещё и всё скидывать. Ну, а как? Я на слово должна верить? Ну, да. Ну, нет. Ну, я же на слово верю, что я лечу к тебе. Вдруг ты сейчас скажешь, что ты... Ты должен не верить, ты должен это знать. Из Китая. Может, я из Китая. Чайнист. Реально. Кто знает. Просто я слышу какой-то акцент китайский реально. Так вот. Ну, знаешь, я с тобой начала общаться честно. Как-то у нас дисконнект произошёл небольшой. Ну, не знаю. По-моему, у нас всё прекрасно. Ну, ты, конечно, противишься моему плану. Ну, потому что твой план — это... Ну, это пшик, это пыль. Ты прилетишь, и вся ответственность на мне. Я готовлю, я убираю, я зарабатываю. А ты просто сидишь и играешь в доту, нифига не зарабатываешь. Вот так вот и будешь. Я ещё пиво пью. Шикарно. Алкоголик в семье. Ну, слушай, если тебя... А что мне делать ещё? Что? Вот хоть один пример того, что я должен делать ещё? Ну, найди, что тебе... Хорошо, если тебе по душе играть в доту, то сегодня будь киберспортсменом, сегодня начни зарабатывать, что-то покажи, что-то сделай, а не всё перекладывай на завтра. Я твоими завтраками кормиться не буду. А что, ты голодать будешь? Я сама себе приготовлю, а ты, будь милым, сам себе готовь. Ну, это же ненормально. Ненормально, что мужик сидит дома, играет в игрушки, а жена его... Какие игрушки? Это деньги в доту. Слушай, будущее в будущем. Сейчас покажи свой кошелёк и сделай хоть что-то, чтобы мы с тобой жили счастливо, и всё было круто, в достатке. Ну, ты готова услышать мои цифры? Готова. Ну, ты готовься. Мы для этого с тобой сейчас созвонили, чтобы решить данную проблему. Ты права. Я открыл уже, Тимков. Сейчас, погоди. Вот это. Четыре категории на феврале надо выбрать. Я уже выбрала. Я ещё не... Подожди. Я выбрала все покупки, такси, что там ещё было, помню, не помню. Одежду и обувь, по-моему, топово. Там были спорт товары, но я их не выбрала. GeForce, но... Не планирую спорт товары. Развлечения. Ну, вот я собираюсь развлекаться. Я тоже, по-моему, выбрала развлечения. А ты, когда развлекаться, будешь-то работать. Да что ты. Давай я сама разберусь развлекаться мне или работать. Так, готовься. Давай. Один раз говорю. На моей Тимков Блэк прямо сейчас 20 тысяч. И на какой период тебе хватит этих денег? На час. Понятно. Ну, в принципе, я эти деньги только на себя тратить буду. То есть, мои деньги на меня, а твои деньги на нас. Понятно. Я так и предполагала. Так что... Ну, я просто как факт говорю, что на первое время, думаю, ты сможешь найти пока работу и всё такое. Я пока на эти 20 тысяч хоть как-то попробую продержаться. Хоть как-то. Ясно. Скажи свой инстаграм или я тебе скажу. Блин, ладно. Ты, наверное, скажи. Я скажу? Давай. Да, ты, наверное. Только представляешь, надо включить ВПМ. Я в такой стране, в которой он не работает. Представляешь? Ты тоже! Да! Пиши, записываешь? Нет, ещё. У меня опять реклама. Жду. Не дождусь. Блин, а так приятно слышать. Ладно, я записываю. Мадрид, Марго. Мадрид. Реал Мадрид? Официальный? Да. Только у меня закрытый аккаунт, блин. Давай открою. Чё делать-то? Ладно, открывай. Мадрид, Марго. Маргарита. Большинство. Угу, я. СМИ. О, хеллоу, Мадрид, Марго. Хеллоу. Блин, зачем я открыла аккаунт, если я просто могла себе принять? Ну ладно, пофиг. Ну и что ты думаешь? Как тебе план вообще, что ты ещё и начнёшь вести блог в институте? Блог? Ну слушай, для этого нужна какая-то пиар вещь. Знаешь, я веду Ютуб. Но Ютуб эти я не буду говорить. Блин, жалко. Так что лучше финансы в Ютуб вкладывать. Хотя, знаешь, там сейчас нет монетизации, поэтому даже не знаю, где лучше. Ну да, сейчас немножко бессмысленнее стало. Ютуб. Сейчас надо стримить. Пора. Эра стриминга. Да. На Твиче будем стримить? Вообще можно на OnlyFans тебе. Ну слушай, а ты? Давай ты первый. Так я собираюсь играть. Одно второму не помеха. Утром играешь, вечером OnlyFans. Ой, да мне уже лень будет, понимаешь. Мне вечером уже пить пиво. Слушай, ну ты такой немного душный, чел. Честно говоря, у меня кончились простые идеи. Ну да. Ты лайкни мою фотку, чтобы я тебя увидела. Окей. Окей. Слушай. Я знаешь, я многого не прошу. Давай говори, что ты там хотела. Я хотел сказать, сейчас вы... Погоди, секунду, отвечу, я научил. надеюсь, по поводу доты и зарабатывания денег. Ну, это тоже. Но я собираюсь зарабатывать в доте миллионы, а пока я хочу сказать, блин, ты такая нормальная, я даже не знаю, о чем поговорить, представляю. Ну, видимо... Я пришел сюда слушать 40 сумасшедших на той стране, которые будут тарать. Ну, ты сейчас меня свайпнешь и такие придут, так что не переживай. Ладно. Тебе как лайк? Любой лайк, не просто, чтобы я тебя видела. Ладно. И что, ты обещаешь, что потом я смогу дальше сидеть срофтить? Нет, не обещаю, я сейчас тебя свайпну. Ну, у нас уже, понимаешь, темы для разговора выключились. Ты выключил микрофон, если, не знаю, специальный, нет? Я просто воду пью. Ну, чтобы лишних звуков не было, понимаешь? Я безживый. Понимаю. Очень нежно с твоей стороны. Ну, слушай, ты лайкаешь меня или нет? можно вводить этот ник, но я его помню. Ну, хорошо, если помнишь, то разберешься. Разговор был нежный, душевный. Блин, я просто жду, чтобы меня лайкнул, чтобы посмотреть, кто это. Потому что у нас уже темы исчерпаны. На этом все. Огромное спасибо за просмотр. Если вы хотите видеть вторую часть, продолжение, обязательно напишите об этом в комментарии, дайте мне знать. Всех люблю, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok